Внутреннее дело. Статья на РТ за 31 июля 2020 года. Дмитрий Дробницкий. Американские либералы пребывают в восторженном ужасе. Дональд Трамп наконец сказал это. Он собирается отложить выборы. Мейнстримные СМИ и политики демократы уже давно говорили о том, что 45-й президент США обязательно сделает что-то незаконное и в высшей степени авторитарное, чтобы не отдавать власть. И вот свершилось. Но что же конкретно произошло? Чем же опять потряс оппозицию невозможный Дональд? В четверг в своем твиттере он написал, со всеобщим голосованием по почте, а не заочным голосованием с ним все хорошо, выборы 2020 станут самыми неточными и мошенническими выборами в истории. Это будет большой конфуз для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно проголосовать. То есть Трамп в очередной раз высказал свою точку зрения на голосование по почте, которое, по его мнению, ненадежно, непрозрачно и предоставляет широкий простор для фальсификаций. Уж лучше отложить голосование. Впрочем, уже через несколько часов президент США заявил, что ничего откладывать не хочет. Он, но не хочет также и массового применения заочного голосования. Демократы настаивают, что никаких доказательств массовых фальсификаций при отправлении бюллетеней по почте нет. Удаленное голосование, по их убеждению, является честным, а главное безопасным в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. От себя пять копеек. Значит, манифестации и беспорядки многотысячные – это не опасно. Пандемия здесь не рулит. А голосовать – значит опасно. Пандемия рулит. На требования очного присутствия избирателей на участках они отвечают гневными обвинениями. Это будет стоить многих жизней, компромисса не предвидится. В Соединенных Штатах в этой цитадели демократии очень непросто обстоят дела с осуществлением избирательного права. Начнем с того, что просто достигнул возраста 18 лет, нельзя прийти на участок и отдать свой голос понравившемуся кандидату. В списки избирателей надо еще попасть. Для этого предусмотрена процедура регистрации избирателей. Стал совершеннолетним или переехал в другой город – будь добр посетить местный избирком и убедиться, что тебя внесли в списки для голосования. Далее. Голосование проходит в будний день – в первый вторник после первого понедельника ноября. Поэтому максимальный наплыв избирателей на участках наблюдается утром и вечером, когда люди не находятся на рабочих местах, иной раз возникают многочасовые очереди. Некоторые работающие американцы, желающие исполнить свой гражданский долг, начинают дежурить у места голосования с ночи. Но и это еще не все. В большинстве штатов списки избирателей находятся в ужасном состоянии. Некоторые из них до сих пор не оцифрованы. Гражданин, не желающий получить неожиданный сюрприз в день голосования, должен иметь это в виду. Поэтому политически активные граждане регулярно проверяют свою регистрацию. Но на этом проблемы со списками не заканчиваются. Дело в том, что из них недостаточно оперативно удаляются умершие и уехавшие за пределы избирательного округа. Само по себе это не было бы чем-то угрожающим целостности электорального процесса, если бы не голосование по почте. Списки для рассылки бюллетеней копируются, причем с разной периодичностью в разных округах. Со списков избирателей. Зачастую два списка хранятся отдельно и значительно друг от друга отличаются. И если при очном голосовании умерший или уехавший в другой штат гражданин будет по итогам выборов считаться попросту не пришедшим на участок при удаленном волеизъявлении, он становится большой проблемой. Бюллетени уйдут в адрес мертвых душ, а таковых немало. Не раз и не два общественники ловили избирательные комиссии на несоответствие наличного состава зарегистрированных в данном округе и продолжающих в нем жить избирателей со списком, который используется при формировании почтовой рассылки бюллетеней. Но вот и ныне там. Навести порядок со списками избирателей в Америке представляется почти невозможной задачей. Это связано отнюдь не с какой-то генетической склонностью американцев к беспорядку или дефицитам вычислительных мощностей. Списки голосующих, порядок их формирования и даже дыры в них – это вопрос политический. Республиканцы традиционно настаивают на том, чтобы при очном голосовании каждый пришедший на участок человек предъявлял удостоверение личности, а почтовая рассылка бюллетеней была сведена к минимуму. Демократы называют эти требования ущемлением избирательных прав или подавлением голосования, а также, как водится, с расизмом. Борьба идет постоянно и с переменным успехом. Несоответствие почтовых списков для голосования действительности по своему выгодно обеим партиям. В результате голосование по почте каждый раз становится источником разнообразных конфузов. Не проводить рассылку бюллетеней тоже нельзя. Право отдать свой голос удаленно записано в законах всех 50 штатов и закреплено решением Верховного суда. Если человек хочет получить бюллетень по почте, ему обязаны его выслать. Вот только вовсе не факт, что отправление будет доставлено заявителю. А если это все-таки получится, то нет гарантии, что человек не проголосует второй раз очно и что его мошенничество будет выявлено. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, во время выборов 2016 года избиркомы разослали по почте 41,6 миллионов бюллетеней. Из них более 568 тысяч не удалось вручить адресатам. То есть имелась официальная отметка почтовой службы об отсутствии человека по данному адресу. Почти 320 тысяч были отклонены. Это право избирателя отказаться брать бюллетень. Но главное, почти 6 миллионов бюллетеней попросту пропали на обратном пути. Два года спустя на промежуточных выборах в Конгресс 2018 года ситуация была еще хуже. Избирателям было разослано по почте около 42,4 миллионов бюллетеней. Из них более 1 миллиона оказалось невозможно доставить адресату. Более 430 тысяч были отклонены. И почти 10,5 миллионов пропали на этапе обратной пересылки. То есть до четверти бюллетеней пропадают без вести. В Соединенных Штатах на настоящий момент примерно 154 миллиона зарегистрированных избирателей. В год выборов президента явка составляет 135-140 миллионов человек. Если последовать рекомендациям демократов, всем этим людям придется рассылать бюллетени. Во-первых, это будет беспрецедентная нагрузка на почтовую службу США, которая и так не слишком хорошо работает. Во-вторых, следует подготовиться к тому, что при самом хорошем раскладе 30-35 миллионов бюллетеней будет потеряно. Ни в одной недемократической стране мира США бы не признали выборы легитимными или транспарентными при таком количестве неизвестно куда сгинувших голосов. При нынешнем накале политической борьбы голосование по почте – это прямой путь к злоупотреблениям и созданию поводов для вполне оправданного непризнания итогов выборов проигравшей стороной. Возможно, именно этого и добиваются демократы, а может быть, просто рассчитывают превратить выборы в перманентный революционный процесс. Даром, что ли, разминаются на улицах городов отряды разгневанных афроамериканцев и молодчиков Антифа? Наиболее пессимистически настроенные республиканские политики полагают, что результаты голосования в каждом штате будут рисовать губернаторы. Продолжение следует. Это была первая часть статьи Дмитрия Дробницкого на РТ за 31 июля 2020 года. Внутреннее дело.